Деловая неделя Год был насыщен событиями. Это и повышение цен на продукты, и введение QR-кодов в общественных местах, что значительно сказалось на работе бизнеса, и реализация большой экологической программы ММК. Вспоминаем то, что запомнилось. Итак, начнем с первого резкого повышения на продукты в 2021 году. В конце марта залетели цены на куриную яйцо. С 50-60 рублей за десяток до 90 рублей, а то и вовсе цена перевалила за сотню. Одна из версий, почему это произошло – подорожание кормов. Также аналитики говорили о традиционном росте цен на яйца к Пасхе. Но праздник прошел, а цены до прежнего уровня так и не опустились. Ну да, конечно, выросли цены. Примерно, когда вы увидите, намного? Намного. А цены выросли, наверное, ну я сейчас скажу точно. Так, в последний раз я была, ну месяца полтора назад точно, и выросли очень цены. Точно не помню, но никак не 79, не 50 с чем-то, наверное, скорее всего. Но цены поднялись сильно. Рост цен был заметен за неделю до празднования Пасхи, и сейчас уже после этого ажиотаж утих, и цена начала снижаться. Но до прежнего уровня она, конечно, не опустилась. Челябинскую ФАС России по поручению Центрального аппарата Федеральной антимнопольной службы в настоящее время проводят две внеплановые проверки в отношении двух производителей куриных яиц на территории Челябинской области. Это птицефабрика «Челябинская» и «Чебаргульская птица». По предварительной информации, изменение цены на яйцо куриное в текущем году связано с изменением стоимости корма. Цены снизятся к концу лета, заверяли в Министерстве сельского хозяйства региона. Но в июне южноуральцы не только не дождались прогнозируемого понижения цен на яйцо, но и увидели новый ценовой рекорд. На сей раз удивил борщевой набор. За килограмм морковки 120 рублей, столько же за килограмм свеклы и еще 80 рублей за картофель. В мае-июне ингредиенты для обычного борща влетают южноуральцам в копеечку. По информации российского Минсельхоза, такая ситуация сегодня сложилась по всей стране. Рост цен продолжается последние пять месяцев, но эта проблема сезонная и вполне традиционная. Дает понять в Министерстве и рассчитывают на корректировку цен по мере поступления нового урожая на прилавки. Овощи очень сильно выросли в цене. Вообще непонятно почему. Морковку видела в магазине по 120 рублей. Осенью мы ее на зиму покупали, она стоила 20 рублей. Такое ощущение вообще, что с потолка цены берут. Какую захотели, такую собственно и поставили. Эти фото и видео нам прислали телезрители. Магазин «Спар». Морковь – 119,99. Свекла – 119,99. В ленте «Морковь нового урожая» предлагают уже за 139 рублей. Магазин «Пятерочка». Картофель – почти 100 рублей за килограмм. За последний месяц эта тема набрала обороты и взорвала соцсети. Люди наперебой сообщали об очередных ценовых рекордах на борщевой набор. Будем варить борщ из апельсинов и бананов. Выйдет дешевле. Такое впечатление, что свеклу и морковь везут из Африки. А фрукты практически в горшках на кухне выращивают. Ценообразование зашкаливает. Морковь по 79 рублей. Тоже, если честно, обалдела. Что случилось-то? Откуда эти цены? Я думала, рублей 25 за килограмм. Давно не покупала свеклу. Теперь, пока своя не вырастет, не буду есть свеклу. По данным областного минсельхоза, еще весной килограмм моркови, свеклы и капусты в среднем стоил 30-40 рублей. В июне цена подскочила до 100 рублей. Таким образом, овощи подорожали в 2-3 раза. Но повлиять на цены на местном уровне невозможно. В нашей области производится вполне достаточно картофеля и овощей для закрытия потребностей населения. Но с начала июня закончился срок реализации, заложенной на хранение местной продукции. И торговые сети продают лишь завозные, в основном импортные, картофели, овощи нового урожая. Их привозят из Узбекистана, других южных республик СНГ, даже из Израиля и Египта. И стоят они гораздо дороже. Причем бывает и так, что к стоимости импорта подтягивают и цены на отечественные, ранние овощи из южных территорий. По словам Алексея Кобылина, наблюдался сезонный рост цены. Уже в июле на прилавки начнут поступать местные ранние овощи нового урожая. И цены должны пойти вниз. Цены пошли вниз, но не настолько, как хотелось бы. В сентябре начали работать сельскохозяйственные ярмарки. Те, кто закупался на зиму, уверяли, запасы влетают в копеечку. Итак, картофель, капуста и морковь 35 рублей за килограмм, свекла 25, лук 28 рублей. По сравнению с прошлогодней ярмаркой, цены выросли в полтора раза. Реакция покупателей неоднозначна. Мне кажется, дороговато. Почему дороговато? Что именно дороговато? Ну, потому что срок продавали подешевле. А где вы покупали подешевле? В агаповке. А в агаповке почем картошка срок? По 25 рублей за килограмм. Цены вообще очень хорошие. По городу цены недорогие и хорошие. Дорого, конечно, о чем говорить. Цены, конечно, дорогие. По словам фермеров, повышению есть объяснение. Не урожай и повсеместный рост цен. Во-первых, рабочая сила. В прошлом году мы как-то платили за рабочим 800 рублей, 900 рублей. В этом году полторы тысячи. Это уже сказывается. Потом горючий, как сами знаете, горючий смазочный материал подорожал. Ну и запчасти. Запчасти очень сильно подорожали. Ну вот это все накапливается, накапливается. И урожай маленький, и цены растут. Если мы дешевле будем отпускать, ну мы же хотим, чтобы у нас какой-то прибыль остался. Ну, во-первых, давно сложившаяся ситуация. Семена, удобрения, бензин, газ, запчасти, техника дорожает каждый год и не один раз в год. Овощи в течение 10 лет не дорожали. Плюс ко всему еще повлияла нынешняя погода, жара. Вот и результат. По словам главы Ленинской администрации Елены Скарлыгиной, на ярмарку в этом году привезли почти в два раза меньше товара, чем в прошлом. Хотя число хозяйств осталось прежним. Урожайность в этом году очень низкая. Если в прошлом году собирали с одного гектара 20-22 центнера картофеля, то в этом году 10-12 центнеров картофеля. Но, соответственно, вся другая продукция. Ее, конечно, мало. Причем засуха повлияла не на весь южноуральский урожай овощей. По данным Министерства сельского хозяйства Челябинской области, несмотря на жару, которая стояла все лето, и серьезный дефицит осадков, в этом году картофеля и овощей собрали больше, чем в прошлом. А самые высокие цены, по данным Минсельхоза, именно в Агаповском районе, где из-за низкого урожая дефицит продукции. В целом они могут обеспечить область овощами, но не исключают запасов на год может не хватить. Как и этой весной, цены на привозной картофель могут снова взлететь. Еще одно заметное подорожание 2021 года – проезд в маршрутных такси сразу на 5 рублей. И составил 30 рублей. В администрации города заявили, что не могут повлиять на сложившуюся ситуацию. Стоимость проезда перевозчики устанавливают самостоятельно. Все перевозчики оказались заложниками в этой ситуации, как и по всей стране. У нас идет подорожание, прям огромными скачками дорожает все, и запчасти, и моторы, и машины, и топливо. К примеру, на рейсе номер 56 работают 30 машин, ходят через 10 минут. Но полными ездят только в часы пик. В остальное время зачастую ездят порожняком. Вот 4,5 года назад средний маршрут со средним количеством выполненных рейсов на заправку ходило на пропан 800 рублей. Сейчас 1800, как бы он так, по стольку, по стольку, даже все положенные 6-7 рейсов он не выполнит. И ситуация складывается так, что машины на пропане выполняют полтора рейса утром, полтора рейса вечером. И если сейчас пропан еще подорожает на 3-4 рубля, все машины, оборудованные пропаном, просто демни будут работать, станут нерентабельны. Мнения горожан разделились. Дорого я сегодня делала 6 поездок, если бы по 30 рублей. Это очень дорого. Но я смотрю, не все подняли. Кто-то остался пока 25. Для пенсионеров, конечно, дорого. А так это самое. Но ехать-то надо все равно. Ребенка вот везти мне на занятия, гимнастику, мне очень дорого. Туда-обратно. 25 и то дорого. Повлиять на стоимость проезда в маршрутных транспортных средствах может исключительно управление Федеральной антимонопольной службы, говорят в администрации. Администрация города проводит с перевозчиками консультационные, а также иные разъяснительные работы о сдерживании тарифа, чтобы перевозчики все-таки не преувеличивали свои, как говорится, потребности, более нормы. Соответственно, стоит отметить, что у горожан всегда есть альтернатива. Это трамваи. Тариф там регулируется непосредственно муниципалитетом, и которые по праву можно назвать основным видом общественного транспорта в городе Магнитогорске. Возможно, некоторые магнитогорцы действительно пересели на трамвай. По крайней мере, ожидаемого увеличения пассажиропотока в маршрутках в сентябре не произошло. И тех объемов, которые были до коронавируса, уже не будет, считают перевозчики. Тема коронавируса оставалась актуальной в 2021 году. Так, в ноябре Алексей Текстер заявил об усилении ограничений за COVID-19. По словам губернатора, есть основания говорить о начале третьей волны заболеваемости коронавирусом. Регионы начали ужесточать ограничения. В Челябинской области отмечался рост числа новых случаев заражения, особенно в крупных городах Челябинске, Магнитогорске, Копейске и Миасе. В ковидных базах было увеличено число коек. На полную мощность работала новая областная инфекционная больница. В связи с этим Текстер постановил усилить контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в общественных местах и уровня наполняемости залов, ограничить проведение в регионах массовых мероприятий, обеспечить соблюдение всех санитарных требований, масочный режим и социальное дистанцирование. В случае нарушений при проведении мероприятий совместно с Роспотребнадзором будем закрывать учреждения, где эти меры не соблюдаются. Это касается муниципалитетов, учреждений культуры, вне зависимости от форм собственности. Предупреждаю коллеги, я обращаюсь к главам муниципалитетов, что в случае выявленных нарушений мы оставляем за собой право ограничить проведение различных мероприятий на всей территории муниципалитета. Такое право у меня есть. А с 1 декабря в кафе без QR-кодов было уже не попасть. Вступило в силу требование о предъявлении QR-кодов при посещении заведения общественного питания. Исполнение этого требования контролируют рабочие группы. Предпринимателям разъяснили, что ответственность за выявление нарушения будет полностью лежать на собственниках точек общепита. Таким образом, индивидуальным предпринимателям грозит штраф до 50 тысяч рублей, юридическим лицам до 300 тысяч рублей. Во многом из-за ковидных ограничений в Челябинской области, как и в целом по России, многие предприниматели закрывали свой бизнес. По данным Федеральной налоговой службы, в этом году продолжается тенденция сокращения количества индивидуальных предпринимателей. Некоторые были вынуждены поменять статус на самозанятых, потому что для них налоговый режим гораздо выгоднее, меньше налоговая нагрузка. Вторая причина сокращения предпринимательства – ковидные ограничения. Некоторые предприятия просто не выжили. Карина – владелица небольшого салона красоты. Помещение снимает в одном из крупных офисных центров Магнитогорска. Говорит, несмотря на то, что круг клиентов у них сформирован давно, в последний месяц их число заметно сократилось. В связи с ковидными ограничениями, конечно же, стало меньше посещаемости клиентов, потому что кто-то переживает за свое здоровье, у кого-то нет QR-кода. И, конечно же, это сказалось на нашей финансовой стороне, наши доходы значительно уменьшились. Сейчас я подготавливаю документы, чтобы получить субсидию от нашего государства. Она хоть и небольшая, но хотя бы какая-то помощь. Напомню, в ноябре на федеральном уровне были запущены новые антикризисные меры для малого и среднего бизнеса. Представители Фонда развития предпринимательства Челябинской области «Центр мой бизнес» и администрация города рассказали о них предпринимателям. Итак, сегодня это программа льготного кредитования ФОД 3.0, по которой компании МСП и социально ориентированное НКО могут получать кредиты по льготной ставке 3% годовых в банках-участниках программы. «Заявки принимаются с 1 ноября по 30 декабря этого года. В чем льгота? Конечно, это ставка. Ставка по льготным кредитам в 3% годовых. По сроку кредита скажу, что это 1,5 года, 18 месяцев. Важное условие, наверное, наиболее важное для получения этого кредита и для его стабильного функционирования, стабильной выплаты вами в размере льготной ставки это сохранение численности работников не ниже 90% на период действия договора с банком». Вторая мера – грант малым и средним предприятиям в размере одного МРОД – 12 тысяч рублей. На одного занятого заявку можно подать на сайте ФНС. Выплаты полагаются компаниям в отраслях спорта, гостиничного, бизнеса, общепита, сферах дополнительного образования бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других. Бизнес-сообщество, безусловно, благодарно, что их слышат и поддерживают. Действительно, на федеральном и региональном уровне запущены разноплановые меры поддержки предпринимателей, которыми бизнес активно пользуется, но, к сожалению, на них могут рассчитывать далеко не все. «Как в прошлом году, так и в этом году проблема одна и та же. То есть у нас изначально правительство выделило виды деятельности, которые по основному акведу, виду деятельности, являются пострадавшими. Например, общепит, салоны красоты и так далее. Но, к сожалению, большинство предпринимателей не были включены в этот список. То есть они фактически потеряли, как и сегодня, понесли значительные убытки. То есть у них более 30% произошло падение выручки в связи с введенными ограничениями в регионе. Но на сегодня они не являются пострадавшим отраслью и не могут рассчитывать на меры поддержки». По словам Елены Фасаховой, в региональное отделение поступают жалобы от предпринимателей на фоне введения обязательных QR-кодов. В мерах поддержки нуждаются все, без исключения предприниматели, чья прибыль в связи с ограничениями упала на 30%, считают общественники. Кроме того, некоторые меры требуют доработки. Большой удар нанесли ковидные ограничения и по туристической отрасли. Весной Россия приостановила авиасообщение с Турцией на полтора месяца. По информации Ассоциации туроператоров, туры туда в этот период забронировали более 500 тысяч россиян. Аналогичный запрет наложен на полеты в Танзанию, в турагентствах, в том числе Магнитогорска, Аврал. По словам сотрудников, телефоны разрывались от звонков возмущенных клиентов. Многие горожане, у которых поездка сорвалась в прошлом году из-за пандемии, никак не ожидали, что и в этом им придется остаться без отпуска. Но самая большая проблема, что у людей туры полностью оплачены. Как вернуть деньги и имеет ли смысл переносить даты? В прошлом году, в феврале месяце, я решила сэкономить деньги, забронировала тур себе в Турцию. Ну, естественно, по раннему бронированию. И, сами знаете, что случился коллапс такой, и отели все позакрывали, Турцию в том числе, естественно. Ну, мне сказали, что Турцию перенесут на этот год, 2021 год, май, я должна ехать, сижу, жду. И опять то же самое. О том, что с 15 апреля до 1 июня Россия ограничивает авиасообщение с Турцией, о Станзании и вовсе прекращает, сообщила глава оперативного штаба, вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, такое решение было принято из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в этих странах. А затем оперативный штаб продлил действующие ограничения по авиасообщению с Турцией до 21 июня включительно. Это уже был второй с начала года перенос забронированных туров, что стало очередным ударом и по путешественникам, и по турбизнесу в целом. В 2021 году можно отметить сразу три важных политических для Магнитогорска и области в целом события. Одно из них – выборы депутатов Государственной Думы. От Магнитогорского избирательного округа был выдвинут Виталий Бахмитев, который одержал победу. В ноябре на внеочередном заседании законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш сложил с себя полномочия председателя и депутата ЗСО. Открытым голосованием был единогласно избран новый председателем. Им стал Александр Лазарев. По словам Владимира Мякуша, это решение взвешенное и продуманное. Ну, на самом деле, непросто. Сегодня волнительный день для меня, как человеку, который проработал 16 лет председателем законодательного собрания, а общий старше 23 года. Это моя была жизнь, это в бою было первейшее дело и ответственность высокая. Сегодня я, с сожалению, честно говорю, расстаюсь с должностью председателя законодательного собрания. На самом деле, у нас самый главный принцип, который был, и я передал его новому председателю законодательного собрания, не навредить принимать те нормативные права, которые должны служить на благо жителей Челябинской области и помогать им в решении всех проблем. Стоит отметить, что в конце декабря в ЗСО единогласно проголосовали за кандидатуру Павла Шиляева на должность заместителя председателя законодательного собрания по промышленной политике. Павел Владимирович впервые был избран депутатом ЗАГС Собрания в 2015 году. Спустя пять лет вновь с большим преимуществом победил в Ардженкидзевском одномандатном избирательном округе номер 28. В нынешнем седьмом созыве ЗАГС Собрания Шиляев изглавлял комитет по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию. И еще одно важное назначение года. В октябре на должность главы города магнитогорскими депутатами был вновь избран действующий глава Сергей Бердников. Область держит курс на улучшение экологии. И в первую очередь за этот курс ответственны промышленные предприятия региона. Во время декабрьского визита в Магнитогорск Алексею Текслеру показывают один из самых амбициозных инвестиционных проектов ММК. Строительство коксовой батареи номер 12 с объемом производства валового сухого кокса топлива для доменного производства до 2,5 миллионов тонн в год. Коксовая батарея номер 12 даст ММК возможность вывести из строя пять устаревших моральной и физической батарей. Еще один масштабный инвестиционный проект ММК – реконструкция комплекса газоотчистных установок для улавливания вторичных выбросов конвертерного отделения кислородно-конвертерного цеха. Главная задача проекта – снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Алексей Текслер заметил, что ММК на протяжении последних лет вносит серьезный вклад в улучшение экологии города и региона. Надо сказать, что ММК сегодня реализовывает самую большую программу инвестиционную среди всех экономических субъектов у нас в регионе. Это традиционно руководство уделяет большое внимание обновлению производства, повышению эффективности. Это правильно, но самое главное, что все инвестиционные проекты, которые сегодня реализует комбинат, они направлены на улучшение экологии в городе Магнитогорске. Если касаться комплекса загрязнения атмосферы, то, что Алексей Леонидович сказал, мы действительно еще 4 года тому назад, в 2017 году, мы находились на уровне очень, так сказать, высоком. А у нас киза составляла там 15, будем говорить, число 15. Сегодня мы уже находимся в том году 6, и в этом году уже 5,5. То есть мы приближаемся к городу с чистой экологией, где она должна соответствовать 5,5. Поэтому вот эти проекты, которые мы сейчас смотрим, вот в частности здесь реконструкция газочистных установок в конвертере и строительство новой газочистной установки в электропечах, которых мы запускаем в следующем году, позволит резко, так сказать, уже сократить. Чтобы воплотить в жизнь новые проекты, комбинату необходимо каждый год инвестировать 1,25 млрд долларов. То есть за 4 года на модернизацию производства и соответствие экологии чистого города предприятие потратит 5 млрд долларов. Троительство новых детских садов и капитальный ремонт в учреждениях культуры. В 2021 году в Магнитогорске была проведена огромная работа. Яркие, современные и вместительные в этом году завершено строительство новых детских садов в 147 и 137 А микрорайонах. Возводить их начали осенью прошлого года. Так, детский сад в 147 микрорайоне по адресу Зелёный Лог 23-1 рассчитан на 290 мест. 12 групп. И этот детский сад, и второй объект на 12 групп. Однако в 147 микрорайоне у нас будут две группы для детей раннего возраста до 3 лет. Остальные у нас группы будут для детишек старше 3 лет. Из них две мы планируем открыть для детей с особенностями. Это одна группа для детишек с нарушениями речи и одна группа для детишек с задержкой в развитии. Все группы, несмотря на то, что будут общеразвивающие, они будут носить ещё оздоровительную направленность. Детский сад в 137 А микрорайоне рассчитан на 230 мест, 6 из которых для детей до 3 лет. Помимо строительства детских садов, большая работа была проведена в учреждениях культуры. Череда капитальных ремонтов в этом году была в главном здании детской художественной школы. Не узнать и театр оперы и балета преобразился балетный класс, буфет и малый зал театра. Ну и, конечно, фасад здания. Теперь театр имеет роскошный вид со ступенями из натурального гранита, освещенной новой подсветкой. Городским пространством совершенно нового уровня уже к 2025 году должен стать проект «Притяжение», инициатором появления которого был председатель Совета директоров ПАО ММК Виктор Рашников. Сегодня здесь выполнен монтаж всех инженерных коммуникаций. Стены первых капитальных объектов проекта, фудмола, информационного центра, входной группы уже возводят. С «Монолитом» заканчиваем во второй декаде января. Сразу приступает подрядная организация к устройству витражей, венфасадов и фальскровли. Ну и, собственно говоря, задача 1 марта – зайти с отделкой чистовой. Мы сейчас будем запускать только одну десятую, всего 23 гектара, а вся парковая зона будет 230 гектар. Она тоже будет в себе носить сочетание и активных зон, и пассивных зон, и для взрослых, и для детей. Мы тут еще ведем подготовку уже сразу и к следующему году. Тут уже ведется и выемка большого, так сказать, озера, и подготовка видового. Холмот год за годом. К 2025 году мы должны запустить весь этот конкурс. Появится и объект в рамках государственно-частного партнерства. Приняли принципиальное решение о строительстве нового объекта, многопрофильной больницы города Магнитогорска на 660 коек. В настоящий момент идет активное проектирование, и эта больница, она будет построена здесь, в парке притяжения. Таким был для Магнитогорска 2021 год. Каким будет следующий, узнаем совсем скоро. С наступающим вас Новым годом и только хороших новостей! Субтитры создавал DimaTorzok